Накануне в Мирный чартерным рейсом из Якутска прибыли члены правительства республики в полном составе. В Алмазной столице впервые в истории прошло выездное совещание правительства. О работе кабинета министров в районе расскажут мои коллеги из Алмазного края. Эта встреча готовилась с конца прошлого года. Слишком много вопросов накопилось у властей Алмазного края к республиканским министрам. На взлетной полосе встречают правительство Якутии в полном составе. На рабочую поездку отведено не более суток, поэтому делегация разбивается на несколько рабочих групп. Глава Мирненского района Решат Юзмухаметов и председатель правительства Евгений Чекин отправились в Чернышевский, так как согласно распоряжению Дмитрия Медведева, все региональные руководители должны начинать свои командировки с посещения местных домов престарелых. Два часа в пути и мы на месте. Быстрый осмотр объекта, знакомство с нуждами и проблемами заведения. Я считаю, что никаких тут проблем нет. Оно действительно одно из лучших. Вот тут по виду можно только чуть-чуть косметический ремонт фасада сделать, а все остальное тут соответствует всем нормальным условиям и нормам. Этот дом можно назвать образцово-показательным. Чистота и уют здесь царят везде. Огромное количество цветов создают по-настоящему домашнюю атмосферу. У проживающих здесь имеется все необходимое для достойной и комфортной жизни. Поэтому попасть сюда стремятся многие. Очень много пенсионеров, дети уезжают, взрослые остаются, поселок стареет. Поэтому мы востребованы, всегда востребованы. Я думаю, дальше будет еще хуже в этой ситуации. Ну, в целом. Ну, а для нас мы всегда востребованы, мы нужны. И это главное. Сегодня в интернате проживает 48 престарелых. Из них 33 инвалида и 10 абсолютно лежащих. За всеми присматривают женщины. Половина персонала получает на руки около 17 тысяч рублей. Людей не хватает, поэтому обязанности приходится выполнять за двоих. Учитывая мизерную зарплату, поражающуюся самоотверженному труду персонала. Интернат находится в республиканском подчинении. И для директора учреждения уровень зарплат его коллектива – вопрос болезненный. И это главная проблема, которую она пока решить не в силах. Как мы справляемся с маленькой зарплатой нашего персонала? Наши девушки, которых воспитывали нормальные родители, и они знают, что если они не придут на работу даже за маленькую зарплату, то здесь будет Карабаха. Они приходят и работают. Потому что есть такое слово «надо». Надо прийти и честно отработать. Независимо от того, какая зарплата. И мне кажется, что нашим девочкам, платив 10 раз больше, они все равно будут так же хорошо работать. Но вот мы за это им бесконечно благодарны, потому что за такие деньги я не знаю, как вообще можно жить. А они еще и детей растят, и работают, и живут. После посещения Чернышевска в Мирном пройдет заседание правительства. Там заслушают более 40 постановочных проблемных вопросов, подготовленных властями Алмазной провинции к их республиканским коллегам. Хочется надеяться, что не будет забыта проблема и этих женщин, чей труд необходим нашим старикам, но достойной заработной платы не обеспечен. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».